Вы едите мясо или, допустим, вы смотрите на своих родственников и говорите, мясо есть плохо, это трупный яд, это там гормоны, это там, как их называют, антибиотики, консерванты, улучшители и так далее. Они ничего не слышат, они берут и едят. И вот что бы вы им ни доказывали, они все равно будут есть. Почему? Есть такое объяснение, что в действительности любой человек ест, если мясо в этой жизни, только по той простой причине, что у него была карма уже, чтобы его ели. Он когда-то был животным, его поедали. Теперь в этой жизни он человек, он должен поесть те тела, которые сам своими телами кого-то кормил. Понятно? То есть попробуйте с другой стороны посмотреть, но нельзя так, знаете, круто смотреть, я всех съел, все свои тела, теперь это все хорошо. С одной стороны, да, это хорошо, но дело в том, что вы опять можете оказаться у подножия пирамиды и опять начать с мира животных, если эта жизнь у вас закончится неудачей с точки зрения развития. Ведь, заметьте, человек живет, он может эволюционировать и развиваться, но с другой стороны, он может деградировать. Поэтому, если даже вы столкнулись с йогой, если вы пытаетесь на этом пути закрепиться, не факт, что у вас эта жизнь увенчается успехом. Знаете, какой маленький процент людей остается на пути саморазвития? Да я вас уверяю, очень маленький. То есть я просто уже настолько, как сказать, спокойно смотрю на людей, которые появляются на пути йоги. Вообще, как вам сказать, очень спокойно. Почему? Потому что там, ну, 20 лет примерно наблюдаю за людьми, которые приходят на путь саморазвития. Ну, в лучшем случае там 10 процентов остается через 10 лет. Судьба очень нещадно с многими поступает. Ведь хорошо, мы сейчас сидим в теплом помещении и как бы с вами там разговариваем о йоге. Жизнь может измениться очень круто, и у многих она так и меняется. Могут прийти, с одной стороны, испытания, или наоборот, могут прийти какие-то страсти, к которым вы стремились когда-то. Вы хотели там красивого Петю какого-нибудь, вот самого-самого. И к вам этот Петя появится. Вы же просили, хотели, мечтали. Вот он к вам приедет в гости, так сказать. Знаете, есть мотиватор. В сети ходит. Картинка разделена на две части. На одной картинке супружеская пара, вот только из-под венца. И, значит, фраза подписана «Только смерть нас разлучит». На второй картинке такой загорелый атлет и подпись «Я есть смерть». Но по факту те счастья, к которым вы когда-то стремились, если они к вам придут, то они заберут у вас всю жизненную энергию. И морок, он имеет такую силу, что человек самостоятельно не выстоит. Очень трудно. Если у человека пытается самостоятельно заниматься йогой и думает, что у него получится, вот честно вам скажу, как бы имея профессиональный взгляд, очень мало шансов. Очень мало. То есть такие испытания бывают в жизни каждого, что мама не горюй. Помочь может, если у вас будет круг единомышленников рядом, хотя бы те люди, с кем вы будете общаться. Вот они могут вам помочь. И коллективные практики, если вы будете посещать теоретически, вы можете выплыть тогда, когда у вас будет полная жесть. А в жизни каждого она рано или поздно придет. Не бывает такого, чтобы у вас всегда было все хорошо. Я вот вам вчера, например, рассказывал, что там вот есть две фирмы, булочки продают. Будет йог, в фирме все будет хорошо. Это правда. То есть с точки зрения энергии это да. Но с другой стороны, у этого йога все равно не будет простая жизнь. Это невозможно. Он в этот офис будет ходить, как на каторгу. Он туда будет приходить, его будет тошнить. Его будет трясти, он будет себя заставлять утром вставать и идти в этот офис. Потому что просто отторжение будет невероятное. И получается, с одной стороны, этот человек в офисе будет улучшать показатели фирмы, а с другой стороны, для него это будет просто ад там сидеть, за этим столом, смотреть на лица тех людей, которые поедают колбасу. И ничего, как бы, понятно, о чем я говорю? Но тем не менее, поймите, во всем, все происходит по ровно той карме, которая вам необходима для эволюции. Все тяготы, которые к вам могут прийти, они непосредственно необходимы вам для развития. Потому что, как я и описываю, этого йога, который терпит в офисе, это его карма. То есть до тех пор, пока, как сказать, уволиться, это не всегда выход. Можно сделать себе жизнь получше, но это не выход, поверьте. Я вспомнил одного йога в Москве. Когда-то он поехал с нами в Индию, Непал, по святым местам. Ну, по святым местам, я имею в виду, которые связаны с жизнью Будды Шакимуни. А там очень сильная энергия. То есть человек, который туда приезжает, соответственно, он растворяется в энергии, он себя видит совсем иначе. То, что я там пытаюсь рисовать, там происходит очень часто. Люди получают такие переживания или такие опыты, которые у них даже мировоззрения не было. Но самый простой пример — это способность сидеть с прямой спиной со скрещенными ногами. Есть такое место, Бодгай, там есть дерево Бодхи, под которым в том месте Будды Шакимуни достиг просветления. Там у подавляющего большинства людей прогресс в практике, ну, Катя, во сколько раз, не помните? В два раза минимум, в два раза, а так, скорее всего, и намного больше. Рекорд у нас был у девчонок на горе Грид Харакута. Есть такая Маша Бочарникова, она тоже преподавательница в Москве. Она, по-моему, на шесть или на семь часов в медитацию ушла сразу. То есть там пещера есть, где Будды Шакимуни практиковала, монахи его практиковали. Она вообще без какой-либо подготовки села, скрестила ножки, закрыла глазки и на шесть часов ушла в медитацию. Можете это представить? И там так и осталось, потому что ее просто эти, ну, уже служащие, там от обезьян, как бы, там нельзя, короче, оставаться на ночи, и попросили их удалиться. У нее был шок, она не могла поверить в это. Я просто говорю к тому, что настолько сильная энергия, что действительно люди чувствуют прогресс в своей практике. Так вот, с нами ездил один парень со своей женой, а он, как сказать, ну, как бы в двух словах сказать точнее, у него в жизни с материальной точки зрения все хорошо, с точки зрения работы все хорошо. То есть он как сыр в масле катается по жизни, катается по жизни, вот так можно сказать. И вот, значит, мы в Катманду, поездка завершается по местам Будды Шакимуни, и он говорит, Андрей говорит, вот сижу и думаю, если я продам все, что у меня есть, и уеду в Индию, на сколько лет мне этого хватит? У него действительно были такие, как бы, размышления, что вот все продай там, все активы закрыть, уехать в Индию за счет духовной практики заниматься. Но я ему порекомендовал так не делать, потому что они с женой хотели. Я объяснил, говорю, поймите, вы, конечно, можете себе создать на некоторое время, там, на 5-10 лет более легкую жизнь, но ваш офис или ваша деятельность, которой вы занимаетесь социумом, это отражение вашей кармы. Пока вас не выгоняют, или пока у вас нет возможности другие дела делать, лучше оставайтесь. Они остались, они, по-моему, год или там полтора прошло с того времени, я уж не помню, больше, наверное, года два. Они с женой организовали клуб йоги, начали, соответственно, продвигать. И вот недавно пишут, Андрей говорит, представляешь, мне на работе сказали, что я мало уделяю времени профессии, и мне дали последние полгода собрать свои вещи, и с января я уже не работаю. Но все равно условия дали полгода собрать вещи, представляете. Ну, в общем, перепрофилируется, видимо, скорее всего, будет только йогу преподавать, возможно. Вот. Друзья, к чему это все говорит? Потому что, с одной стороны, да, испытания – это как бы все здорово и замечательно, но, с другой стороны, вы все равно должны первые годы прикладывать титанические усилия для того, чтобы на этом пути удержаться. Без этого будет трудно. Если вы приехали из других городов, это понятно, ищите себе единомышленников в городе обязательно, потому что одной семье вам будет просто очень сложно выжить, просто физически. Устраивайте обязательно какие-то совместные практики. Очень хорошо объединяет и укрепляет энергию, это мантра Ом. То есть, если у вас есть возможность с единомышленниками собираться хотя бы раз в неделю, читать мантру Ом, считайте, что вам гораздо легче будет и жить, и преодолевать тяготы лишения, которые рано или поздно к вам обязательно придут. Субтитры создавал DimaTorzok